Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на моем канале Кинотрафик. Я расскажу вам, почему Ворон стал культовым, как развивалась его экранная жизнь, какова структура, истоки и смыслы новой экранизации комикса. Итак, поехали! Ворон сначала возник в форме комикса в 1989. Художник и сценарист Джеймс О'Барр написал его во время борьбы с депрессией после трагической гибели его невесты под колесами грузовика нетрезвого водителя. Она повествует о молодом человеке Эрике Дрейвене. Однажды во время путешествия с невестой Шелли ломается их машина, на пару нападает банда, которая жестоко убивает молодых людей. Мистический ворон воскрешает Эрика, чтобы выследить убийц и отомстить им. Фильм австралийца Алекса Пройеса 1994 года дополнил сюжет атрибутами времени и места. Эрик в нем стал музыкантом в стиле тяжелый рок, а трагические события развернулись в Ночь дьявола в Детройте. Предполагалось, что проект станет прорывным для сына гонконгского актера-боевиков Брюса Ли, 28-летнего Брэндона Ли. Но эта роль стала последней в его карьере. Он был смертельно ранен прямо во время съемок в одной из ключевых сцен. Так как большинство эпизодов было снято ранее, то переписав сценарий, использовав дублеры и цифровые технологии, картина удалось таки завершить и выпустить на экран. Но шлейф темного рокового проклятия, которое умело использовали в продвижении фильма, теперь неотъемлемая часть мифологии картины и составляющая его успеха. За ним последовали три продолжения, менее удачных и коммерчески успешных. Ворон «Город ангелов» 1996 с Винсентом Пересом в главной роли, Ворон «Спасение» 2000 года с Эриком Мабиусом в роли Эрика и Ворон «Злая молитва» 2005 года с Эдвардом Ферлонгом. А в конце 90-х вышел телесериал с участием Марка Дакаскоса. Все эти работы едва ли сравнимы по популярности с фильмом 1994-го. Но прошло время, ушли прошлые стили, выросло новое поколение зрителей и настала возможность рассказать историю иначе. Иное переосмысление готической истории решили предпринять еще в 2008-м. Разногласия начали возникать у создателей с самого начала работы. Ему подключались различные режиссеры, сценаристы и актеры. Первоначально планировалось, что ставить картину будет британец Стив Норрингтон, автор Блейда и Лиги выдающихся джентльменов. Еще он провел водораздел между первой экранизацией и ремейком. Если оригинал Алекса Пройеса был великолепно готическим и стилизованным, то новый фильм будет реалистичным, жестким и загадочным, почти документальным. Но после долгих согласований его сменил испанский режиссер Хуан Карлос Фреснадильо, известный по 28 неделям спустя, и Деви Дракону. Режиссерами рассматривали также испанца Хавьера Гутьерреса, известного по фильму «Три дня», и Корин Харди «Проклятие монахини». За этот период выстроилась целая вереница претендентов на роль Эрика. Марк Уолберг, Ченнин Татум, Райан Гослинг, Джеймс Маккевой, Брэдли Купер, Люк Эванс, Джек Юстон и даже Джейсон Мамоа. В 2022 на режиссерское кресло сел другой британец Руперт Сандерс, известный по фильмам «Белоснежка и охотник» и «Призрак в доспехах». Он объявил, что «Новый ворон» будет инди-муви, то есть независимый фильм. Несмотря на использование значительной суммы 50 миллионов долларов, создатели решили отказаться от традиционного подхода к исходному материалу. Сандерс и его команда сконцентрировались на темной гнетущей атмосфере и ультранасилии, которые, кстати, изначально присутствуют в оригинальном графическом романе. Хочу привлечь ваше внимание на то, что такое возможно было сделать только потому, что данный проект не студийный фильм и переосмысление материала это нетипичный голливудский ремейк. Сценарий переписывали к этому моменту множество раз. Свою лепту внесли среди прочих и Ник Кейв и даже сам автор оригинального комикса Джеймс О'Барр. На главные роли были утверждены Билл Сказгард из актерского семейства Швеции и британская певица ФК Твикс. Уже при появлении первого трейлера фанаты комикса и старого фильма разогнали мощную волну хейта. Прокат новой картины начался не слишком удачно. Сакрализация первой киноверсии Ворона и синдром утенка не позволяют многим взглянуть на новую версию свежим взглядом без создавшегося стереотипа. Основные претензии к построению сюжета нестыковкам стилевой эклектичности. Есть сомнения в реалистичности происходящего, недоверие к главному герою, а главное возмущение по поводу отсутствия смыслов. Так ли все плохо на самом деле? Давайте разберемся. На этом моменте тот, кто боится спойлеров, посмотрите сначала фильм и возвращайтесь к моему подробному анализу. А пока то пора подписаться на мой канал Кинотрафик, где я публикую видеоэссе, обзоры фильмов и кинофестивалей. Структура истории традиционно трехчастная и развивается линейная. Ее прерывают короткие флешбеки, которые представлены в форме снов, галлюцинаций и воспоминаний. Для зрителей, ожидающих знакомый ход событий, который начинается со смерти героев, экспозиция показалась затянутой. В ней нам дают первую важную информацию о героях. Детство Эрика в неблагополучной семье, криминальный бэкграунд Шелли. А вот дальше, стоп, дальше начинается и развивается сама история. А не с момента их смерти. Далее она двигается, мы наблюдаем побег, обретение временного уединенного пристанища и развитие отношений Шелли и Эрика. С каждым эпизодом мы узнаем что-то новое. У Шелли есть страшная тайна, Эрик открывает в себе способность любить и чувствовать. Первый сексуальный опыт переходит постепенно в глубокую эмоциональную связь. Одновременно с этим преследователи продолжают свой поиск беглецов. Смерть героев – это лишь этап в движении сюжета, а не его начало. Зритель без привязок к оригинальным источникам намного легче включается в происходящее, так как он ничего не сравнивает с предыдущим образцом. Важно, что история любви в фильме становится главной, а не история мести, на которой строилась экранизация 1994-го. Месть по-прежнему важна, но на нее создатели смотрят уже под другим углом. Источники и тропы. В новом фильме «Ворон» много аллюзий на различные произведения искусства. Выспринные диалоги героев в фильме имеют обоснования. Они абсолютно не противоречат оригиналу. Графический роман «Ворон» был изначально очень поэтичен. Джеймс О'Барр использовал строки поэтов Артюра Рэмбо и Шарля Бадлера эпиграфами к главам. Речь Эрика в романе благозвучна и полна философских цитат об одиночестве, роковой любви, вечности и смерти от Фридриха Ницше до Жоржа Батая. Имена персонажей имеют под собой также литературные первоисточники. Имя Шелли восходит к писательнице Мэри Шелли, создавшей знаменитый готический роман «Франкенштейн или современный Прометей» 1818 года. Связь с ним в новом фильме тоже очевидна. Героиня сама предлагает Эрику побег и делает из него защитника для себя, создавая тем самым чудовище. А имя Эрик было заимствовано из призрака оперы 1910 года Гастона Леру. Лицо его также закрыто гримом, словно маской, а мотив трагической любви и мести сближает в фильм и роман. Заброшенная железнодорожная станция в чистилище между мирами полна окружающих птиц, как из одноименного фильма Хичкока, а сама местность напоминает среду сталкера Андрея Тарковского. Для создания сцены в театре режиссер использовал оперу немецкого композитора Джакома Мейербера Роберт-Дьявол. По сюжету рыцарь совершает череду ужасных по своей жестокости и бессмысленности преступлений и узнает от матери, что он является ребенком дьявола. Покаяние приносит Роберту прощение и преобразование. Сюжет оперы также отсылает нас к действиям Эрика в фильме. Образ ворона в искусстве различных культур особенно любим и многозначен. Он не только падальщик и предвестник недоброго предзнаменования, но и мудрый посланник, проводник между материальными и духовными мирами. В первой экранизации птица поднимает Эрика из мертвых. В новом варианте музыкант сам становится по сути вороном, который является проводником души Шелли, воскрешая ее руками Кроноса. А Кронос в древнегреческой мифологии – верховное божество времени. Он породил три стихии – огонь, воздух и воду. Все они были представлены в фильме. Кронос объясняет Эрику главные правила, а в финале, уже в другом качестве, буквально возвращает к жизни Шелли. Кстати, главным его спутником и атрибутом являлся Ворон. В истории главных героев и их нисхождение в царство мертвых читается отсылка на классических Орфея и Эвредику. И фразу «если трудно меня любить, то люби еще сильнее» можно интерпретировать исходя именно из этого мифа. Лишь одно сомнение – и рушится навеки все надежды быть вместе. И, конечно же, нельзя не заметить омажь знаменитой загадочной картине бельгийского сюрреалиста Рене Магрита «Влюбленные» 1928 года. В фильме прозрачным занавесом накрыто только лицо Шелли. Это означает, что она не до конца откровенна, и у нее есть тайна. Когда Эрик Дрейвен вступает на тропу войны, ряд сцен отсылают нас к культовым кадрам из фильма Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года. Эпизод «У зеркала» в Вороне по духу схож с моментом перерождения трагического героя этого фильма Трэвиса Биккла. Это только несколько примеров, которые я обнаружила. Буду рада, если вы заметили и другие. Напишите о них в комментариях под этим видео. Смыслообразующий элемент. Для создания мистической атмосферы режиссер использует традиционные символические образы. Сон, рану, зеркало, слезу, глаз, отражение, кровь, огонь, воду. Очевидно, что создатели вдохновлялись образцами азиатского и в особенности южнокорейского кинематографа, где часто смешивают сентиментальную мелодраму с ультра-насилием. Традиционный голливудский мейнстрим нечасто экспериментируют с таким сочетанием. Связь с азиатскими боевиками обнаруживаем и через использование еще одного характерного элемента – длинного японского меча – катаны. Месть при помощи холодного оружия считалась почетной. В японской традиции клинки еще и отпугивали злых духов. Сцены насилия контрастируют с эпизодами любви тоже неспроста. В смертной плоти заключена страдающая бессмертная душа. Тело Эрика покрыто татуировками. Он вынимает из себя пули, вправляет кости, поражает врагов со стервенением дикаря. Телесные травмы героя демонстрируют его душевную боль. Она выплескивается гневом и яростью, приводя к саморазрушению. Музыкальный ряд нового ворона несет в себе элементы тревоги, настороженности и фатальности. Это подтверждается не только мелодикой, но и текстами самих песен. Режиссер вырос, слушая Joy Division и The Cure. Он поделился, что хотел создать свой фильм похожим на песню Cure, погружаясь в красоту меланхолии. Образ Эрика включает внешние атрибуты стиля эмо. Кстати, совсем недавно Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона также был представлен в тренде этой субкультуры, но в вороне к ней примешивается еще и готика и рейв. Билл Скарскард изображает противоречивую бунтарскую натуру. Он порывистый неистов, но еще сохраняет ранимость. Перед нами классический баранический персонаж, но без характерного мертвенного цинизма. Через его неуязвимость еще просвечивает хрупкость, а жестокая сила скрывает боль и беззащитность. Интерпретация смыслов. Тревога подростка. Кто я? Зачем я здесь? Достоин ли я любви? Способен ли я сам полюбить? И еще множество подобных вопросов становятся ключевыми для любого подростка в переходном возрасте. Все они звучат в разной форме в новой версии Ворона. Предлагаю рассмотреть один из вариантов понимания фильма как отражение этого самого противоречивого и сложного периода жизни. Кстати, такой подход напрашивается еще при знакомстве с оригинальным графическим романом. Трагедию, которую переживает Эрик, можно сравнить со смертью иллюзий во время взросления. Любой подросток испытывает одновременно множество противоречивых эмоций. От печального уныния до яростного гнева. Этим можно объяснить такие качели неровного повествования в фильме. Главные герои, преданные родителями, презираемые сверстниками, ненавидящие самих себя, пытаются спастись, соединившись. На Шелли и Эрика надвигаются не только монстры всего мира, но и их собственная внутренняя темнота. В картине часто возникают характерные для подросткового возраста темы депрессии и суицида. Шелли спрашивает Эрика на мосту, может ли он прыгнуть вместе с ней. Одиозный Винсент Роук не убивает жертву своими руками, а нашептывает ей на ухо то, что она должна сделать с собой сама. Эрик и Шелли выглядят как подростки. Главная черта в их образах – надломленность. Именно она сближает их в рехабе, именно она сыграет роковую роль. У каждого за спиной секрет и травма. Униформа молодых пациентов в реабилитационном центре розового цвета. Это один из популярных цветов субкультуры Эмма. И еще насмешка общества, пытающегося замаскировать острые проблемы подростков. Под ней боль, шрамы, исписанные символами тела, внутри которых зреет гнев и любовь. Шаг к изменениям во время терапии общего круга делает только Шелли. Эрик медлит и не решается. Наивность и экзальтированность молодых героев можно объяснить только тем, что они остро проживают первый жизненный опыт. В подростковом возрасте сильна тяга к романтизму, особенно к его темной роковой стороне. В оригинальном комиксе нет упоминания того, что Эрик музыкант. Такой образ был придуман в первой экранизации и подкреплен эстетикой сценических образов, популярных в 90-е музыкантов тяжелого рока. В версии 2024 создатели также предпочли оставить Эрика музыкантом и поэтом. Герои фильма завсегдатые диких ночных дискотек и фанаты электронной музыки. Это идет вразрез с пристрастием к классике респектабельных антагонистов. Современный демон Винсент Роук – большой эстет и искатель талантов. Он использует одаренную молодежь, приручая ее и превращая в марионеток. Шелли пробует порвать с ним. Эрик помогает ей поверить в то, что она способна на это. В кругу таких же изгоев герои чувствуют свободу и поддержку. Эрик, спасающий душу Шелли своей любовью, становится главным препятствием на пути Роуга. Миру подростков в фильме противостоит территория безжалостных взрослых во главе со зловещей фигурой демона. Среди них и амбициозная самовлюбленная звезда, мать Шелли, воплощающая шоу-бизнес, помощники-адвокаты, юриспруденция и полицейский-убийца. Так что мир нового ворона еще более беспощаден главным героем. Таким образом, эту историю можно прочитать и как отражение циничного и предательского мира взрослых. Общество потребления поглощает души юных талантов, развращая их и затем используя в целях самовоспроизведения. Искусство уничтожения. Центральное место в фильме занимает сцена в опере. Она вызвала неприятие и восторги. Основная тема критики – сомнения в достоверности. Зрители в зале не могли не слышать звуков в фойе. Я берусь утверждать, что это не ошибка создателей, а метафора. Главный злодей Роук – ценитель прекрасного в поиске бессмертия. Зло в оригинальной истории было воплощено в группе откровенных убийц. Оно было необъяснимо и случайно. В новой экранизации зло предстает могущественными и безнравственными богатыми эстетами потребителями искусства. В оцепенении они наблюдают за магической пляской смерти на сцене. Адское театральное действие с танцовщиками, с безобразными гримасами закченевших трупов завораживает зал настолько, что они не слышат, как за стенами идет кровопролитная первобытная война. Ворон-падальщик разрывает тело тех, кто уже давно мертв. Эрик врывается на сцену в последнем акте, подобно безобразной реальности, вбрасывая шокирующие трофеи резни прямо в зал. Сцену в опере можно также трактовать и как взаимодействие зрелища и зрителя. Она снята от лица стороннего свидетеля. Вам это нравится? Вы хотите еще? Как будто спрашивает иступленный герой. Эрик видит Шелли в зале и по выражению ее лица мы понимаем, что она в ужасе и едва узнает своего любимого, превратившегося в пугающего монстра. Плен бессознательного. А напоследок не могу отказать себе в удовольствии раскрыть вам еще один вариант смысла истории с учетом психоанализа. Я берусь утверждать, что этот фильм не столько об Эрике, сколько о Шелли. Талантливая девушка не желает быть похожей на свою мать-звезду шоу-бизнеса, которая давно стала частью темного мира Винсента Роуга, как и другие его молодые жертвы. Отвернуться от зла, вроде оно тебя не касается, а потом обнаружить, что ты стал его частью. Но она уже вовлечена в порочный круг. Сначала только страх заставляет ее сбежать и спрятаться в рехабе, но, чтобы измениться, она вынуждена встретиться со своим прошлым в решительном поединке. Она обретает любовь и спасение в лице Эрика. Попытка построить рай в отдельно взятой чужой квартире лишь на время оттягивает встречу с самой собой. Постоянно идет борьба Ида и Эго. Любовь требует полной искренности. Нерешенная проблема неизбежно даст о себе знать. Эрик воплощение Ида второго Я Шелли, продукта ее бессознательного. Девушка высвобождает свои подавленные эмоции и мы видим в лице Эрика ее реванш. Месть не всегда только одна месть. Она манифестация нереализованного желания. Эрик метафора этого желания. Высвобождение очищает ее и дает ей возможность возрождения. Таким образом, вся вторая часть фильма происходит во сне бессознательного Шелли. Как вам такая версия? Итак, не затрагивая подробных сравнений с первой экранизацией и субъективного подхода «Нравится, не нравится», я попыталась разобрать новую версию фильма Ворон и интерпретировать ряд смыслов. Буду очень рада, если вы напишите свои мнения о фильме и о моем видео в комментариях. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева и вы были на моем канале Кинотрафик. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!